Болельщики сборных Португалии и Испании по футболу находятся под большим впечатлением от пребывания в Сочи. Об этом гости чемпионата заявили в беседе с корреспондентом РТ. Они были поражены не только организацией чемпионата, но и отзывчивостью местного населения и природой российского юга. Фанаты также рассказали, как они проводят время между матчами и что думают о призывах некоторых правительств не посещать ЧМ-2018 из-за угроз безопасности. Криштиону забьет минимум парочку наблюдая за поведением португальских болельщиков аэропорту Домодедова рано утром в четверг. Люди, впервые столкнувшиеся с футбольными фанатами, могли подумать, что у португальской сборной самые ярые поклонники, шум и гам в кафе, песни и пляски, братания с улетавшими в Екатеринбург уругвайцами, диалоги со случайными пассажирами о том, какой длинный путь они проделали и насколько счастливы, что живут именно в то время, когда их национальная команда добивается успехов. Всего этого было в достатке. Среди прочих выделялся квартет, который не замолкал ни во время регистрации на рейсы проверки билетов, ни при прохождении процедуры досмотра. Когда четверка поднялась на борт, самый колоритный персонаж начал заигрывать со стюардессой, но получил вполне ожидаемый отказ, впрочем, это ничуть не испортило ему настроение. Шесть голов и рекорд Роналду, чем запомнится матч сборных Португалии и Испании. Хорошо у вас, бросил один из квартета, заметив, что его снимают на камеру. Два дня в России, они перестают удивляться. Атмосфера потрясающая, хотя турнир еще толком и не начался. Впервые в России? Да. Москва поражает воображение, особенно историческая часть. Вчера весь центр исходили, получили огромное наслаждение. Первое, на что обращаешь внимание, отзывчивость местных жителей, пытаются помочь, подсказать, решить проблему. Один подросток из интернациональной семьи и услышал знакомую речь в ресторане и подошел к нам познакомиться. В итоге мы предложили ему присоединиться к нам и угостили мороженым. Вообще атмосфера максимально дружелюбная. Мы еще не улетели, а уже хочется вернуться и провести здесь побольше времени. В Сочи после Олимпийских игр тоже хорошо, мы наслышаны. И температура там подстатно шеи, говорят, градусов на 15 выше. Так что первым делом пойдем на пляж купаться. А потом мясное вино пробовать. Говорят, Изабеллу пить можно без остановки и не пьянить. Это не Мадера или Портвей, от которых голова начнет кружиться после первого бокала. А вот чачу и коньяк лучше не пробовать, чтобы не растянуться на пляже и не проспать все голы Роналду. Думаете, Криштиану забьет? Разумеется. Минимум парочку. Не понимаю, как можно в этом вообще сомневаться. Он наизусть знает тех, кто ему будет противостоять. А потом, это же еще дело принципа, оставить в дураках тех, с кем ты играешь в одной команде на одном чемпионате, в очередной раз доказать, что именно Роналду, лучший футболист на планете. Мы за три дня ни разу не сталкивались с проявлениями агрессии в Сочи. Испанцы чувствовали себя как дома. Их пребывание в России напоминало одну большую сиесту, которая начиналась с того момента, как они открывали глаза, а завершалась далеко за полночью. Впрочем, стоит отдать им должное, вели себя потомки конкистадоров лучше многих других. Пара лет 35 и в футболках с именами Диего Коста и Коки, по которым легко догадаться об их клубных предпочтениях, поделились впечатлениями о России. Не хочется, чтобы местные жители думали о нас плохо, когда мы улетим из Сочи. Люди потратили массу средств и времени, чтобы превратить не самую заселенную и ухоженную территорию в олимпийскую столицу и город, где хочется жить. Вчера мы ездили в Красную Поляну, забирались на подъемники на самый верх и остались под впечатлением. Виды на горы и ущелья открываются потрясающие. Никогда в жизни не катались на лыжах и сноуборде, но очень захотелось попробовать. То есть это ваш не последний визит в Сочи. Очень хочется вернуться. Во всяком случае увиденное превзошло наше ожидание. Самое поразительное, как нам объяснили, что в течение одного дня можно успеть и покататься в горах, и искупаться в море. К тому же наследие игр 2014 года явно сказывается на логистике и сфере обслуживания. Добираться из одной точки в другую достаточно просто. А многие таксисты, продавцы и официанты способны объясняться на иностранных языках. Правительства некоторых стран призывали болельщиков отказаться от посещения России из-за угрозы их безопасности. У меня складывается впечатление, что это игры политиков, за которыми ничего не стоит. Мы взяли с собой детей, и их улыбки. Лучший ответ на ваш вопрос. Не знаю, как будет в других городах, но в Сочи мы за три дня ни разу не сталкивались с проявлениями агрессии или каким-нибудь недовольством. И что-то подсказывает нам, что и в других городах не менее спокойно и дружелюбно. Нельзя судить о стране, не побывав там. Это сродни рассуждениям о вкусе блюда на основании отзывов людей, которые сами никогда его не пробовали, а лишь где-то что-то слышали. Сколько матчей вы планируете посетить? Надеемся, что удастся побывать на 7, но многое будет зависеть от того, как сложится игра у команды после встряски перед Мундиагом. Шанс вернуться в Сочи у нас еще будет в любом случае, или в одном восьми, или в одном четырех финала в зависимости от того, с какого места в группе мы выйдем в плей-офф. Если со второго, то маршрут может получиться гораздо привлекательнее. Сочи, Казань, Ленинград, Сочи, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва. Россияне стали одной большой семьей. Впрочем, не только иностранные болельщики приятно удивлены атмосферой в Сочи. Так, семья из России, прогуливаясь возле стадиона, получила от португальского журналиста три эксклюзивные футболки с оригинальным дизайном и изображением Криштиону Роналду. Условия акции оказались просты, нужно было надеть футболку и попозировать на фоне стадиона. Роналду – лучший игрок в мире. Он и в Катаре забьет, что говорили тренеры Португалии и Испании после матча. Были приятно удивлены, что нам подарили прекрасные футболки. Это ведь большой праздник, и такие сюрпризы, его часть, они пришлись нам весьма кстати, так как мы поддерживаем сборную Португалии. Не смотрите на то, что у меня испанский флаг на щеке, просто не хотел и обижать их. А так муж с сыном переживают за Криштиону Роналду и компанию. Думают, что европейские и бразильцы сегодня победят со счетом 2 к 1. А кто забьет? Любимец – дважды. Хочется верить, что Серхи Рамос вспомнит, что они с Криштиону выступают за один клуб, и не будет форварда лупить по ногам, пусть у них и не самые дружеские отношения. После первого тайма именно предсказанный счет горел на табло, а Роналду оформил дубль. РТ, а матч открытия в Лужниках смотрели? Да, за ужином. Честно говоря, не ожидали, что соперник будет нам поддаваться, смеются, а если серьезно, то остались поражены тем, насколько легко и умно играла сборная России. Было приятно наблюдать и переживать за ребят. Что касается самого чемпионата мира, то чувствуется необыкновенная атмосфера, складывается впечатление, что приехавшие в Россию болельщики раскрасили страну яркими красками, а местные жители объединились и стали одним целым, большой семьей. А куда ты еще собираетесь? Да, на матч за третье место в Санкт-Петербург. 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 Санкт-Петербург.